Путинская война коснулась в России почти каждого. Ужасы все, в ужасе, в шоке. Все друзья приходят, не верят, что он погиб. У большинства людей есть знакомый или родственник, которого мобилизовали. Верните просто детей. Каждый пятый в стране знал лично кого-то, кто погиб во время этой войны. Это не шутки, это не ужасный сон, не выдумки пропаганды. Это реальность. 18 марта пришла, пришли вот, сказали, что он умер. Россия превратилась в кошмар наяву. Десятки тысяч трупов, воющие от горя матери на кладбищах. Подонки-чиновники, гордо вручающие торт, полотенца. Или дрова за убитых мужей и детей. Вручение цветов со сладкими презентами семьям погибших военнослужащих на специальной военной операции. Армия, куда идут служить из-за нищеты, из-за безысходности. Или из-за того, что по телевизору наврали, что родина в опасности. Ну а потом эти матери, эти сестры, жены бегают по ростовским моргам, чтобы опознать родственника по оторванной ноге. Бандит и преступник Пригожин записывает видео на фоне трупов. Девятилетняя девочка в Киеве убита российской ракетой в день защиты детей. Видимо, она жила на критическом объекте инфраструктуры. Ведь бомбят-то вроде как только их. Принимаются исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения. Война. Та самая трехдневная специальная военная операция. Один год и три месяца спустя идет уже в России. Западной границы страны не существует. В Белгородской области бомбят дома, обстрелы, массовая эвакуация. Диверсионные группы берут в плен пограничников и мобилизованных. Российская армия и ЧВК «Вагнер» обстреливают друг друга. Это Россия сегодня. Это то, во что вашу жизнь превратил Путин. Она обречена. Уже ни один, даже самый отбитый турбопатриот не может отрицать. Россия эту войну проигрывает. И пока Путину власти, дальше будет только хуже. Больше трупов, больше искалеченных жизней, больше пригожинских зэков на свободе, больше слез, больше бедности и смертей. Безумных и, я бы сказал, бездумных.